Сейчас вот когда идет течка, они могут объединиться в несколько стаев, одну могут объединиться, могут разъединяться. Однако пока волчьих стаев вблизи населенных пунктов Соликамского округа не замечено. Но по отдельности зверей или их следы встречали в разных сельских территориях. Красный берег, Сим, Половодово, Вильево, Басим. За популяцией хищников следит государственный охотнадзор. За период охотничьего сезона 1922-1923 годов уже добыто 11 волков на территории Соликамского городского округа. В прошлом году было всего лишь 8. То есть есть тенденция на увеличение как добычи, так и популяции волков. Если вы заметили хищника недалеко от жилых домов, незамедлительно сообщите в ЕДДС по номеру 112 или позвоните госохотинспектору по номеру на ваших экранах. Также по этим координатам охотникам, у которых все в порядке с документами, можно подать заявку на включение в бригаду по ликвидации волков в охотничьих угодьях. За одну добытую особь полагается денежное вознаграждение в размере 23 тысяч рублей. С начала 2023 года на территории Пермского края за добычу 124 хищников жителям выплачено 2 миллиона 800 тысяч. Добавим, волчья угроза накануне обсуждалась в студии пермских аргументов и фактов. Биолог охотовед посоветовал жителям сельской местности украсить свои заборы по периметру кусками яркой, политой одеколоном ткани, чтобы было похоже на линию охотничьих флажков. Флажки – это не обязательно красные, может быть любая пестрая ткань. Флажки обычно охотники опытные пропитывают всякими запахами, на ветерке они шевелятся и пугают волков. Желают нашим зрителям видеться с волками только в зоопарке. Антон Старостин, Сергей Сюзев и вся телекомпания Соль ТВ.